Всем привет! Вы на канале Саша Таня Лайф! И я рад тебя приветствовать! Именно тебя, что ты зашел к нам сюда, на огонек! А если ты еще не подписался, то сделай это быстренько! Порадуйся дядю Сашу с тетей Таней! И мы будем счастливы, что нас стало на одного подписчика больше! Эй! Ну что ж, дорогие друзья! Вы на канале Саша Таня Лайф, как я уже и сказал! И у нас все прекрасно, потому что сегодня, блин, последний рабочий день на этой неделе! Бо-о-о! Наконец-то эта неделя прошла! Я вам могу сказать однозначно, что у меня это была какая-то непонятная неделя, потому что у меня просто не было настроения вообще ни на что абсолютно! Я ничего не хотел! Мне... Я не то, чтобы я был какой-то злой или какой-то негативный! Нет, у меня просто не было настроения! Это, наверное, какая-то осенняя миланхолия! Или как вы это можете назвать, я не знаю, но... Я не хотел ни-чи-го! Да? Ни-чи-го! Вообще не хотел! Я не хотел гулять! Я не хотел снимать влоги! Я не хотел их монтировать! Я не хотел... Я вообще ничего не хотел! Вообще ничего, да? И даже спать я иногда не хотел! Потому что мне было лень! Знаете, такое, конечно, у меня... Я даже не помню, когда у меня последний раз такое было! Вот! Так что я это все списываю на какую-то осеннюю миланхолию! Вот! Но сейчас все в порядке! Я снова с вами! Я снова в настроении! И все прекрасно! За исключением погоды! Потому что на улице у нас плюс 13 градусов! И идет такой небольшой, но дождик! Дождик! А-а-а! Это значит, что, наверное, где-то должны вырасти грибы! Грибы-грибочки! Белые боровичочки! Так, что вы едете, не едете здесь? Короче, да! И вот! Вообще-то сегодня утром мы хотели поехать на... На... Грибалку! Но не поехали! Не сложилось! Я говорю, Таня, ну давай тогда, может, после обеда, ну просто катнемся, прогуляемся! Посмотрим хотя бы одним глазком! Ну, интересно! Вот! Вообще, по сути, можно было это сделать завтра утром! Но завтра утром у нас кое-какие планы станут! И мы кое-куда едем! Ну, как всегда, мы выдержим интрижку и не все вам расскажем! Не все! Узнаете завтра, куда мы собрались! Вот! Так что, возможно, завтра... Тьфу! Возможно, сегодня мы поедем за грибами! Ну, а сейчас я приехал на тренировку! У меня есть полтора часа на спорт! Вот! Пока Тимурка занимается английским языком! Вот! Так что, увидимся после фитнеса! Физкуль, всем привет! Несмотря на то, что идет дождь, вот они, тучи и дождь! Ну, не сильный, но он капает! Мы решили все-таки выбраться в лес! И взяли, кстати, всю семью с собой! Всех! И Артема, и Тимура, и Милану, и даже кекса! Вот! Никто не остался дома! Кроме как хомяков... А, ну хомяков не взяли! Хе-хе-хе, ну да! Вот, ну все, короче, погнали в лес! Время уже вечернее, время 6 часов 15 минут, уже 7 час, по сути! Пока доедем, 7 вечера, ну, в общем-то, много не погуляем! Ну, выходные уже, ну! Да, выходные можем! Завтра шкала, не надо! Да, это большой плюс! Ну, погуляем, сколько сможем, короче! Всем доброе утро, хотела сказать я! Начнулась! Но у нас уже вечер! Время у нас позднее, мы едем в лес! У нас все как не у людей! У нас было в планах еще с утра поехать с Сашей в лес! Да я рассказывал! Ты рассказывал? Но мы предпочли позвать! Так ведь? Этого я не рассказывал! Я не сказал, почему не понимаю! Я сегодня сходила, наконец-то, на свой тут джампинг, на другой курс! Не 45 минут, а полчаса он длится! Слава богу, что полчаса! Короче, у кого здоровье позволяет, я всем советую! Это круто! Я через 5 минут уже была такая мокрая, думала, я сдохну в конце! Нет, я выжила! Но потом мне так хотелось спать! Мне казалось, что я поле перепахала! Ну и Саша с работы, тоже было не против вздремнуть! А теперь дети все в сборе! И мы собрались, и дождь идет! Даже не знаю, что мы будем делать сейчас в лесу! На самом деле сейчас еще, по сути, светло должно быть! Просто облачь затянуло черными облаками, и, соответственно, и темнее на улице! И, соответственно, в лесу будет темнее! Я сейчас еду, фонарик заряжаю, возьму с собой на всякий случай! Ну, хоть чуть-чуть! Ну, хоть чуть-чуть! Ну, нам не нужно сейчас вот набрать там, не знаю, неизвестно сколько грибов! Просто прогуляться, посмотреть, подышать воздухом, ну и... Да, как бы там ни было, воздухом под уши, под уши спать будем хорошо! Ну и оглянуться! Мы хотим заехать в то место, где мы были, где были вот эти... насыпано этих старых боровиков, мы хотим просто туда дойти! Ну, это рисково, потому что до туда долго идти! Долго, да! Именно пешком! И мы пока дойдем, уже точно стемнеет! Ну, стемнеет, значит, пойдем назад! Ну, с нами кекс, нам ничего не страшно! У нас есть волк! Волк, да! Мини-версия! Кто-то спрашивал в комментариях, не боимся ли мы, что кекса кто-то покусает в лесу! А кто-то, может, клещи какие-то или кто-то покусает? Ну, да, клещи у него бывают! Два раза мы уже вытащили! Нет, прошлый раз ни одного не было! Позапрошлые два клеща я вытянула, да! Ну, проблем-то нет никаких, мы вытянули их и все! Что-то, это же собака! А, кроме этого, кто еще может покусать? Да, никого там больше нет! Да, кстати, как ни странно, у нас не было ни у кого еще! Тьфу-тьфу-тьфу! Ну, реально, два раза ездят уже в лес! В этом году не было, да, еще! Хотя, каждый год собираем, реально! Хотя, у нас здесь, как бы, все просто с этим... Ну, как бы, у нас... Ну, именно в нашей земле энцефалитных вроде как нету! А вот, по-моему, в Баварии еще где-то там есть! Да, в Латвии, по-моему, каждый второй или третий клещ считается опасным, в принципе! Да, все так прям плохо! Да! Слушай, прям интересно, сегодня найдем что-нибудь или нет? Мне кажется, что нет, вот если честно! Почему? Потому что вот дожди буквально со вчерашнего дня только пошли! И солнца-то, по сути, не было! И днем так уже прохладненько! Так это и хорошо! Перемена обстановки! Грибы-то быстро наступили! Делаем ставки, господа! Я думаю, если не будут, то они маленькие! Красивенькие и червивенькие, да? Кто знает! Короче, поехали посмотрим! Какая бледная, надо мне подзагореть! Да не так темно вообще! Эй, давай поделяемся! Да? Тебе тоже кажется классной? Пацаны, под дождем! Грибники вернулись! Кесси уже принял душ! Самый первый, потому что у него брюхо было такое грязное! За гиену Кессину отвечает Артем! Артем его все время моет! Кекс, наверное, его тихо ненавидит! Да, Кессинка? Ну нет, все чистый, красивый! Мальчик! Трища в отце! Бедный, да? Как тебе понравилась прогулка? В общем, быстро потемнело, поэтому мы не снимали! Дождь в лесу пошел еще сильнее! Боже, мы прозябли! Прошли полпути до намеченной цели, и я не смело предложила дальше не идти, а свернуть в лес все-таки! Я говорю, если есть грибы, то мы их уже и здесь увидим, если нет, то нет смысла чесать так далеко! И слава Богу, Саша меня поддержал! И я вам честно скажу, нет тут ни фига! Есть уже маленькие мухоморчики, уже видно, начинают свежие расти! А буровики вот все еще старые, такие никакие, то есть уже такие совсем, знаете, подмокшие, такие скукоженные! И тут Саша говорит, кто найдет первый гриб, тому 5 евро! Ну, потому что выглядело, что вообще реально никто не найдет! И тут у детей активизировались все их, все их, как сказать, в общем, энтузиазм включился, особенно у Артема! И вы знаете, отгадайте, кто нашел единственный гриб нормальный? Кто нашел единственный гриб нормальный? Кто? Я! Кто? Молодец! Я самый крутой, вы еще такой не находили! А я когда-то на английском, когда мы с Максимом бегали на травке, там нашла гриб! Да, но мы сейчас не об этом! В общем, да, Артем нашел один единственный гриб! И, кстати, нашел подберезовик! Мы вот, что сейчас были в лесу, и этот раз, и прошлый, мы подберезовика вообще ни одного не нашли! А он нашел! Он, видно, уже был из новой коллекции! Ну, то есть не такой замученный, не сухой, вот именно нормальный, да? Не такой уж прям малюсенький-малюсенький, но нормальный! И он не был червивый! Так что, Артем, иди у папы 5 евро! Требуй своих законных заработанных! Вот! Сейчас с Тимурочкой чуть-чуть еще поиграет в PlayStation, потому что он днем не успел! Что-то с легкой перекусим, и дети будут идти спать ложиться! Какой планшет куклы! Мам, мне тебе нравится! Они будут ложиться спать, а у меня в планах... В общем, смотрите, я уже часть спилила ногтей на этой руке, на этой один остался! Я снимаю пилочкой, потому что мне не нравятся вот эти ощущения, когда машинкой! Если самой себе левую руку еще ничего, правую вообще... Ну, не знаю, мне противно! Если еще кто-то, я еще могу пережить себе как-то вообще неприятно! На ногах снимаю только машинкой, потому что это... Ну, на ногах быстрее! А на руках самой себе трудно, и я пилочкой! Постепенно! То есть, в течение дня спилю, и потом уже, когда соберусь делать, они у меня уже все чистые! Надо только вот по краям здесь вот подготовить, аккуратненько все сделать! Я не знаю, может быть, я сегодня даже себе и ногти накрашу! Посмотрим, как у меня пойдет! А мне накрасишь? Тебе? Я думаю, что нет! А мне! Давай! Красненький! Не-не-не, дорогушенька! А тогда пунктий! Нет, когда купим детский лак, тогда и накрасим! А, где найдешь такую? Конечно! Ну, вот как-то так! Все, я сейчас заварю себе теплого чаечка, потому что прозябли! Кстати, вот видите, это кофта, которую я заказывала на неделю! Ну, такая простая! Но я вам скажу, очень такая комфортная! Я, наверное, себе еще пару цветов закажу, мне понравилось! Маме чай сделаешь? Какой? Рамазку! Хорошо! Спасибо! У нас сейчас идеально удобно делать чай! 85 градусов, Милан, да? Да! Последний! Нет, не последний, а предпоследний! Где? 8,5! Вот! 85! Милана не обожжется! И, в принципе, в общем, просто удобно и вкусно! Ну, дал тебе папа? А что, бумажкой не дал папа? А зачем? Он растеряет! Он растеряет! Он же копит! Ему копить удобнее бумажными! Сколько ты уже накопил? Я не умею копить! Да, Артем не умеет копить! В отличие от Тимура! Хотя Тимура в последнее время тоже все потратил! Вот, Тимур, сколько у тебя денег осталось? Мало! Не говори, сколько! Мало, ладно! Ну, мало! Мало! Ты много спустил! А у тебя сколько? 5 евро, по-моему! Вот эти, да! Короче, удачи тебе! Спасибо! Ой, не могу! А нет, у меня еще один евро в комнате валяется на полу! Могу показать, что у тебя еще в комнате на полу валяется? Ну, ладно, давайте! Серьезно? Давай! Ладно, у меня самой неловко! Ты серьезно? Да! Не-не, я не буду! Ну, многим интересно, давай! Ну, я думаю, что да, но я не буду! Потом им больше не будет интересно! Ну, раз Артем дал добро, ну вот, смотрите, комната тинейджера! Пол самый! Ну, пол самое главное, да, кладезь просто! Это у него школьное, это тоже школьное? Все школьное! Школьное, тут местами трусов, надеюсь, нет, Артем? Нет! Отнеси, пожалуйста, в стирку, раз уж мы пришли сюда! Вон, посмотрите, это его копилка, я так понимаю! В общем, я не знаю, как у вас дела обстоятся с подростками! А, два евро на полоски! О, даже два евро! Мы с Сашей уже сказали так, если не действует по-хорошему, дело в том, что где-то раз в месяца три-четыре, не буду врать, но чаще, чем раз в полгода, я таки прихожу к Артему, мы все вываливаем, ну, из пола, что нет, летом мы делали! Мы все вываливаем, перебираем, кучу выбрасываем всего и наводим идеальный порядок! Потом какое-то время он поддерживает, а потом создаёт, как он говорит, свою атмосферу! Да, мне не нравится! Такую, как ему комфортно, да, потому что после уборки он ничего не может найти! Да! Так вот, сейчас мы с папой уже ему делаем замечания, делаем, 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 он цокнет, бывает все по сторонам, разгребет там одежду, стирку кинет, но мы с папой уже решили, это твоя комната или наша? Твоя! Просто если, Артем, это твоя, то ты должен ее содержать в чистоте, да? А если наша, то мы с папой без проблем, завтра пойдем, мы как быть и разрешаем в ней жить, все в порядке, но мы тогда без проблем пойдем сами и наведем с папой порядок! Так, Саш? Да! Вот, мы уже настроены, буквально вот на днях мы этим и займемся! Ты с нами участвуешь или нет? Не участвуешь? Да, с ним чуть-чуть можно! Ну, в общем, ну, подростки, что сделаешь? Буду знать, что вы хотите! Мы не хотим твои вещи личные трогать, ну, извини, там надо же и пыль протирать и все! Там ничего личного нет, там просто одежда, денежки, ну и все! Больше ничего нету! Все, что на полу, все наше, да? Да! Да! Еще копилка твоя переедет, так как чувствую повыше, да? Да! В общем, у кого как, а у меня все еще лето, я села делать себе ногти, выбрала лак, посмотрите, вроде такой не сильно яркий мне показался, но на деле, когда я нанесла первый слой, я обалдела, второй слой тоже и решила намазать третьим нанести, да? Ну, потому что третий дал чуть-чуть потемнее цвет. Когда нам накрасила первых два, испугалась, уже достала вот этот, думала переделать, но потом, честно, так стало лень. Артем сказал, нормально, мама! И я накрасила все. Пускай у меня будет лето. Вот, так что сейчас я пойду уже спать, сейчас все это разгребу, уберу по местам. Не обошлось, конечно, без подтеков на правой, потому что левой рукой я вообще ничего делать нормально не умею. Да. Вот у меня, кстати, все еще со школы, еще и масло для протикулы, и все эти я показывала вам уже штучки. Единственное, вот эту вот штуку я уже заказывала дополнительно. Все, я все убираю по коробочкам. Кстати, это что у нас за коробочка? Это, по-моему, сюда идет. Да. И буду с вами уже прощаться до завтра. Вон, Артем еще не дрыхнет, играет в PlayStation. Сейчас я его прогоню тоже спать, потому что уже первый час ночи. А завтра мне утром вставать. Будет Милана собирать на английский. Не знаю, поеду ли я с ними или нет. Будет видно завтра. Ну а пока, всем пока. Поехали.